Я сейчас только вспоминаю то, что Зая говорила, я их не видела, этих людей, но вот эта женщина описывала их как высоких людей, которые ходят в балахонах, они были повыше, ну, условно говоря, если средний рост там человека был, ну, примерно там метр восемьдесят, метр семьдесят, то, ну, если их мерять, типа, как по-человеческому, допустим, то те были примерно два тридцать, два пятьдесят, те, которые пришли, не то чтобы прям там критично высокие, вдвое высокие, но повыше были. Те, которые пришли, установили контакты, они говорили, что будут делиться какими-то, вот у них есть такие технологии, а этот был мир, который наш мир был, он был очень красивый, и там постоянно регулировалась температура, как большой купол был вокруг этой земли, условно земли, которая постоянно держала одинаковую температуру, постоянно было тепло, постоянно было вот все такое зеленое, влаги хватало, всего хватало, это был, ну, как построен идеальный мир, за те тысячу лет, что войны не было, они как, знаешь, дома, вот те, которые разрушены, уже были, но я же помню, я их видела, вот как у нас рисуют по типу Атлантиду, вот как, вот что-то вот такое было, очень красивое. Красивое, ажурное, да. Да, очень красивое и ажурное, богатое очень было, там такое впечатление, что вообще как, ну, не знаю, может побороли бедность, но не видно было холуп каких-то, вот все было добротное, красивое. Там не было денег вообще, да. И эти люди, которые пришли, условно не люди, а пришельцы, которые пришли, они сказали, что будут делиться технологиями в обмен на то, чтобы позволить им находиться, смотреть и обучаться магии. Не магии в нашем понимании, как мы это сейчас считаем, что магия — это обряд, это какой-то ритуал, а магия именно как объединение живого организма и энергии, как умение живым организмом, как может живой организм управлять энергией. В этом плане магия, потому что этот купол, который был выстроен, он тоже был как энергетический, его тоже как держали энергией, он тоже был напитан, ну, условно магией, скажем так, как все собрались и вот сделали такую защиту, прослойку на свою планетку, скажем так. Эти, которые, ну, только для погоды, эти, которые пришли, их приняли радужно, ну, радушие такое им позволили быть, и некоторые люди, которые говорили, что это может быть опасно, с них как смеялись. Вот это вот Зея говорит, что этот старый, который ее как муж, он был тогда совсем молодым, этот, который вместе с ней был, и вот он как отщепенец был, потому что с него все смеялись, не то что смеялись, не слушали его, когда он говорил, что это может быть опасно. Впечатление, что там не было какого-то одного правителя, как президент там или вождь там, а было какое-то собрание тех людей, которые управляли, знаешь, ну, условно там 200-300 человек, вот такое. Они как собирались и решали, если были какие-то насущные проблемы. И вот, когда эти пришли, они все собирались, и тоже вот этот, который с нами был, он первый выступил за то, что нельзя их принимать. Он потому и злобный такой какой-то был. Он когда был с нами, он вечно был какой-то язвительный, холодный, злобный, он сам по себе такой был, человек он такой был. А вот эта женщина, она была, ну, добрая, но мы их любили и того, и того. Не знаю, мы их называли, вот мужчину, не помню, женщина, точно мать почему-то, но я не вижу, что она была моей матерью. Мы ее так называли, это почтительно, это с любовью, это с уважением со всем. Вот это вот было. Те, которые пришли, они были люди, и они обманули. Они просто открыли планету, они построили свои, для того, чтобы им проще было перемещаться, они как построили свои, вот, ворота, вот эти шлюз, ну, я называю ворота. Как-то они по-другому, скорее всего, назывались. Это, ну, для понимания, как между мирами, между их и нашим миром, вот такой вот мостик какой-то. А потом какое-то время это все было хорошо, и многие были среди них. А потом в какой-то момент они сказали, что уже всему обучились и быстро ушли. Как за несколько вот дней просто. Вот они обучались, обучались, там это были какие-то как миссии, как поселения. Миссия в плане как дипломатическая вот какая-то группа. А потом в какой-то момент, и они раз, и все покинули планету. И просто люди, которые жили, не поняли, почему это произошло. Думали, может, обучились, может, кто-то их чем-то обидел, может, нарушили какие-то их неправа. Но не понимали, что произошло. Почему в один день они все раз к вратам и уехали, покинули эту. Ну, не уехали, не знаю, как. Уплыли, телепортировались, как там это правильно назвали. Ушли. Ушли, да. Они все покинули эту планету. И тогда пришли вот эти вот серые люди, вот эти вот орки, как ты их называешь. Я не помню, мы их как-то по-другому там называли. Кулаки такие, блин, охереть. Они именно вот так спарывали пространство и прям ели энергетику, души ели. Да, да. Вот они, я и говорю, что они видели нас не так, как мы себя видим, физическое тело. Они видели все наши тела, они видели нашу душу, где она находится. Как вроде вот, ну, как тепловизор, только более круто, потому что они видели и тела, они видели, как разорвать и как душу сожрать. Это какие-то порождения, я не знаю, откуда они были. Но они пришли именно тогда, когда эти ушли, а ворота еще оставили. И они запустили говно для очистки. Да. Они как посмотрели на планету, они как для себя что-то сделали, какие-то выводы и запустили вот этих. А сами ушли перед тем, чтобы, ну, как бы... Откачали всю технологию и решили забрать себе для зачистки все. Выжили. Да. Скажи, Синим, кто эти высокие балахуны? Где они сейчас? Такое впечатление, что они высокие были, но у них на голове были что-то намотаны, как чалма или что-то. Вот нижняя часть головы была уже, а верхняя была шире. Ну, это так, как мне вот шла картинка от этой Зеи, как она мне... Я их никогда не видела до моего рождения или я была совсем маленькая, когда они ушли. А ты сейчас? Зея, на самом деле, она очень старая. Мари, сколько лет? Я не знаю, сколько лет лет. Она накачанная магией, но много лет. Мэй, для себя ее, если я сейчас пытаюсь сопоставить, то эта женщина лет 60, ну, 70. Ну, подвижная и быстрая, да. Да, возможно, она была и намного старше, но я говорю, что очень теплая она для нас была, вот мать. Да, хорошая. Очень хорошая женщина была. И когда она с нами не дошла туда, но она рассказывала, такое впечатление, что мы, Илья, ну, по каким-то ориентирам шли. То ли по звездам, ну, если там можно было увидеть звезды, потому что там постоянно было какие-то сумерки. То ли по краю долины какой-то. Вот мы шли по каким-то ориентирам, у нас не было дороги, мы вот туда шли и туда шли. И эта женщина, да, она была... Она руками лечила немножко. Она стягивала. Когда у тебя раны были, когда ты пришел весь, вернулся, ты не пришел к нам, ты был с нами. Ты как отлучился, а потом пришел, и весь израненное лицо, и глаз ты держал вот так рукой, потому что у тебя века была разорвана пополам, как одно века на два куски. И она над тобой сидела и стягивала тебе вот это все. Ну, как могла, так и лечила. А вот на груди тут кость, клык, коготь, что-то, что было у тебя внутри. Она сказала, нельзя доставать, потому что что-то будет поранено. Это опасно. Она не сможет это остановить. Эти люди высокие, большие. Сейчас синие их увидели. Они через картинку, я им как образ послала, и они смотрят, где они. Странно идет, как вроде два сразу идут ответа, и они есть, и их нет. Мы когда эти врата закрыли, мы, похоже, закрыли вот в их мир, а там что, без времени, получается? Впечатление, что они там, как в капсуле какой-то. Отдобьем. Их тварей нужно уничтожить. Сроем какая-то. Какая-то связь есть? У них. Косвеное что-то. Тут же источник. Да. Не напрямую, а вот именно косвеное. Как и матрица. Эти серые, которые как орки, они не так, как вампиры. Да, они жрали плоть, жрали тело, жрали сердце и жрали душу. Им как душу нужно было сожрать. Это для них более важно даже было. А зубы вот такие, нижняя челюсть, и клыки большие снизу и сверху. Да, это спарывали. Разрывали для плоти. Мутанты, которые эти вот высокие сделали. Угу. Они именно как подчинялись им. Да, это были мутанты. Это была их армия. Но они же все такие просвещенные, белые, красивые. Чушь, они сами будут воевать, что ли. Это их армия такая была. Те, кто им подчинялся. Впечатление, что эти мод серые, вот эти вот орки, они когда-то жили только на другой планете. Их вот эти белые высокие уже поработили и сделали вот такими, как подчинили себе. То есть наша планета, это была не первая, которую они выпивали. Ну вот так вижу. Сейчас я их найду. По следам этого клыка во мне. Это клык, это не клык. Как можно энергетикой, но там магия. Ты как сжался и откусил его. Как на физике откусился. Как сломал, да. Он как сломал его между ребрами где-то у тебя. Это их самки, бабы. Похоже на то, да. Какие-то два больших было и вот она одна. Двух больших, похоже, убил. С боями. Да, они двигались в каком-то пространстве, которое было для нас невидимо, а потом просто раз и вылазили. Как из сумрака, условно. Да, да. За шторкой, за занавеской ходили. Трупами своими невидимыми. Вот где-то вот сюда им нужно было ударить этим ножом. Тогда их только можно было вырубить. Но к ним подобраться было очень опасно. Чтобы, ну, это рукопашный бой, это вот близкий бой, это стрелять было бы проще. Так нужно было именно вот близкое, контакт близкий. И тогда ножом вот сюда. Своей энергетикой, да, с собой. Это как слияние двух миров. У них там какая-то как портал, тот свой мир. Нужно замкнуть было. Как ворота замкнуть, так и это. И всё. И без того мира в себе они помирали. Нужно было дотянуться. Потому что всё через магию. Это был реально удивительно красивый мир. До того, как они пришли. Угу. Круто же, тысячи лет без войны. Ещё в магическом мире, да. Где всё было хорошо и очень развито. И можно было чуть ли не открывать порталы к соседним планетам, в другие миры. Хороший был мир. Но мы когда пришли, уже сил у купола почти не было. Поэтому он как везде осень сделал. Ну, такую непонятную. Якотную. Уже как много везде красного, жёлтого цвета. Ну, как осень, как вот деревья. Да. Это не то, что дождь. А постоянно, как я не знаю, где эта влага бралась. Может и дождь. Но я просто вижу, что земля под ногами рыхлая такая. Вот идёшь и соскальзывает. Ботинок соскальзывает. Угу. Последний рывок. И не шанс закрыть всё это. Я только помню, когда мы это обговаривали. И вот, знаешь, понимание, что мы то туда дойдём, если дойдём. И мы это если сделаем, мы же не выживем. И так хопа друг другу в глаза все смотрим. Даже не говорим, а просто смотрим в глаза, что это же самоубийство. И никто даже глаз не отводит. Все понимают, на что идут. Даже объяснять или уговаривать не нужно. Все сразу это поняли и приняли. Угу. Им дали возможность сжрать души просто. Как можно сжрать души? Кто-то из родней. Больше никто не имел такие возможности. А кто-то из перворазвитов. Понятно. Я тоже буду сжать души, но... Я это делаю только своей волей. А они-то как? Своей волей, говорят, синие. Как отменить моё... Когда я... Это... И... Не показывают, когда я мог дать... Таким образом меня это... Выклинчили. Кто? Угу. Моего имени. Слушай, надо тех восстановить, всех съеденных. Тварь имела возможность твоим именем разрушать души. Говорит... Синие. Как это на... Первородные не разрушали тварь. Разрушала твоим именем. Так это связано с этим. Эти большие белые? Высокие. Высокие. Понимаю. Слушай, может быть, что вот эти вот их... Как-то... Ну, не то, что аватары, но они управляли полностью этими сферами. Могли. Магически полностью. Как мы в компьютерные игры играем, так они и играли этими. Да, потому что у них своих душ не было. Да. Абсолютно искусственно. Вот эти орки, да? Вот впечатление, что они как-то... Как в компьютерной игре. Вот, знаешь, просто человек где-то управляет. Да, да. Вот такое впечатление, что и в них просто входили, и ими управляли. Поэтому они как активировались откуда-то. Вот как мы игру включаем и появляются. Вот и так они управлялись. На более высоком уровне. И на физике. Впечатление, что там было, Илья, как, знаешь, как баш на баш. Они себе пустой мир и хорошую планету классную получат. А она получит души. Или разрушит души. Или может получить и разрушить. Вот эту связь не совсем пока синее установили. Она лишь транслировала, типа, разрешение. Да. Ей как будто ничего не надо было. Просто ну так положено. Она получила что-то ещё. Какой-то навык какой-то возможно. Что же она получила? Пусть и не смотрят дальше. Разрушать души. Они как бы не знали друг друга, да. Если у красно-чёрного это были просто использование душ для роботов. Как батарейки. Угу. А тут просто разрушение. И я впитывал. Три из них. Через этих высоких. Жирали эти ворки. Энергия шла вот в этих. Приснился так. Мы забыли чей-то проект. Ладно. Немножко. Тема для другого расследования. Ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова